Награждение учащихся по итогам конкурсов патриотического рисунка и сочинений состоялось в историко-краеведческом музее Воскресенска. В зале собрались не только авторы победивших работ, но и представители организации «Боевое братство», администрации, присутствовали даже мамочки погибших в Афгане ребят. Хочу сказать вам большое спасибо именно нашим юным участникам, которые участвовали в этом конкурсе, которые в своих стихах, в своих рисунках выразили свое отношение к этому периоду, нашему периоду Афганской войны. Очень, скажем, сложный, непростой для нашей страны период, очень неоднозначные мнения такие в этом периоде, но тем не менее это наша история, история нашей страны, история в том числе наших родных и близких многих. И в том числе сидящих здесь. Всего в конкурсе приняли участие почти 6 тысяч учащихся Воскресенского района. По итогам 5 победителей в разделе сочинения на тему «Память сильнее времени». Двое из них стали первыми и на области со своей работой. Еще 10 школьников стали призерами муниципального этапа. В разделе «Патриотический детский рисунок» на тему «Что такое подвиг» 11 человек стали победителями на уровне района. Александра Ершова свое сочинение посвятила дедушке, который был на фронте. У нее сразу три диплома. Сначала она стала лучшей на уровне школы, потом победила на районе и в итоге именно ее сочинение стало первым на области. Герой рассказа у меня мой дед Леонид Павлович Ершов. В честь него был назван мой папа, мой отец Леонид. Мой дед участвовал в Великой Отечественной войне. И он герой, я его считаю своим героем. Потому что если бы не он, не было бы возможно и нас. Да, мне было очень грустно осознавать то, что произошло. Война все-таки это не шутка. И естественно очень много теряли, много жизней унесла война. Человек жив, пока жива память о нем. Подобные конкурсы важны для подрастающего поколения именно сохранением этой памяти. О подвиге и о горе народа, пережившего Великую Отечественную и локальные войны и конфликты. Татьяна Колганова, Олег Красноухов. Новости Искровект.